Учись стрелять по-ворошиловски. Лозунг советского времени в этом классе произносят часто. Кадеты Елецкой школы на уроке стрелковой подготовки не просто бьют по мишени, соревнуются в меткости. Как круто. Всем хочется быть очень метким. Все хотят быть такими. Как Ворошилов, да? Да. А ты знаешь, кто он, похоже, когда жил? К сожалению, я не знаю. Кто такой Ворошилов, здесь знает только учитель ОБЖ. Он был не профессиональным снайпером. А наркомом обороны. Почетное звание «Ворошиловский стрелок» учредили в 1932-м. После одной истории. Во время проведения стрельб один из участников стрельб сказал, что оружие плохое. И вот он взял его оружие и из семи выстрелов он выбил 59 очков. И сказал, что нет, не бывает плохого оружия, а бывают те, кто не может что? Стрелять. Стрелять. К елецким школьникам требования упростили. Расстояние до мишени всего 6 метров и винтовка не боевая. Но и в таких условиях выбить Ворошиловский 59 очков семью выстрелами – задача непростая. Поздравляю вас. Вы выполнили норматив «Ворошиловский стрелок» выбив 62 очка. Поаплодируем. Ильяс Даштамуров для одноклассников оказался героем. Такую мишень можно в рамку и на стену. Из семи выстрелов выбил одни десятки, девятки, восьмерки. Я даже не думал, что выбью больше, чем «Ворошиловский стрелок». Как и в советское время, самых метких стрелков наградят почетными значками «Ворошиловский стрелок». Копию знаменитой награды в ДСАФ заказали по интернету. Организаторы не ожидали, что школьники так заинтересуются значком. Получить его хотят и мальчики, и девочки. Я бы, да, гордилась. Родители бы мной гордились. Мне значок очень понравился. Он очень красочный. Я хотел бы себе такой, потому что он олицетворяет мужество. Но на всех желающих значков не хватит. Их всего четыре. Организаторы уверены, больше и не понадобится. Из ста человек с нормативом «Ворошиловский стрелок» справились только двое. Самых метких наградят в день рождения «Ворошилова» 4 февраля. Наталья Тюрина, Тимофей Астахов. ТВК. Новости.